И до спортивных новинов. Сборная повеслования на Байдарках пошла под рыхтовку до головных стартов 4-го дня. Лицензии на Олимпийские гульнии в Токио есть у пяти представников нашего региона. Головные кандидаты на удел Олимпиаде 2020 – Станислав Дайнека, Марина Литвинчук, Надея Попок, Маргарита Махнева и Ольга Худенко. Завжаты завоевали лицензию у экипажей-шотверцы. Это значит, что теперь они смогут замагаться за узнагороды во всех дисциплинах. Зараз спортсменки проходят базовую силовую подрыхтовку, у лютым пошнутся тренировки на воде. В Олимпиаде еще, скажем так, самая у нас идет страда, выполняются большие объемы работы сейчас, чтобы быть готовым в августе месяце показать свой наивысший результат. Поэтому сейчас никакой готовности, скажем так, речи не идет. Идет просто титаническая напряженная работа, повседневный труд по 6-8 часов в день. Начинаем нашу работу с тренажерного зала, заканчиваем в бассейне каждый вечер. Очень много работы. Я надеюсь, что эта работа принесет свои плоды именно там в августе. У красовику пройдутся национальные отборы, где экипажи будут укомплектованы. В прошлом году наши спортсменки показали, что непереможных нема. Например, Вольга Худенко оказалась мацней за венгерку Дануту Козак, 5-разовую олимпийскую чемпионку, которая завоевала на чемпионатах света и Европы 30 золотых медалей. Разом с Мариной Литвинчук Худенко стала рекордсменкой по количеству узнагород, по 4 медалей на каждую. На рахунку Вольги Худенко, две олимпиады, алия в самом галунном старте этого 4-го года, спортсменка кажется застярогой. Очень много спорта я уже получила. Я не говорю сейчас про какие-то материальные ценности. Скорее, то, как спорт воспитал, воспитал во мне человека, насколько он меня мотивирует каждый день. А как для спортсмена-профессионала, скорее, движет, наверное, олимпийское золото. Да, это действительно очень большая мечта. Я думаю, каждый спортсмен, да не только профессионал, просыпается утром и видит перед собой золото только. Я хочу заслужить это право. Вот моя цель.